Добрый день, дорогие друзья! Немножко время потерялось уже в этот период пандемии, честно говоря, надо сказать, уже не понимаешь. Среда, четверг, день, ночь. Но, тем не менее, мы вместе с Первым медицинским каналом выходим в эфир. У нас сегодня будет крайне интересный эфир. Мы его ждали. Это те три человека, в общем-то, которые советовались вместе с самого начала COVID-19. Хочу вам представить Олега Талибова. На самом деле. И Дарья Кусеевич. Очень много-много-много регалий, конечно, и у Олега, и у Дарьи. Но самое главное, что сегодня это наш замечательный клинический фармаколог, кардиолог, терапевт и, конечно, ревматолог, которого мы очень ждали. Ну, а я теперь, как называюсь, врач-специалист Иванов Константин. И поговорить мы хотим сегодня с вами в целом, конечно, обсудить немножко и новостную ленту, разумеется, но поговорить все-таки о понятии цитокиновый шторм. Потому что сейчас практически, ну, как мне уже представляется, из каждого утюга и каждая бабушка может сказать, что такое матовое стекло и цитокиновый шторм. А по большому счету, на самом деле, понятие очень сложное. Лично я вспоминаю 90-е годы, когда мой отец занимался моноклональными антистилами, помогал институту урологии, когда мы начинали делать пересадку почки. Как раз, вот, наверное, в 90-х годах, как раз впервые, в общем-то, мы услышали о понятии цитокиновый шторм, а уже полноценно заговорили, наверное, в 2005 году, когда к нам пришел птичий гриб. Вот. Но что же это на самом деле такое, что это за зверь, с чем его путают, вот мы сегодня бы и хотели на троихе обсудить. Более того, друзья мои, сегодня у нас совершенно очевидно есть главный герой этой программы – это Дарья. И есть Олег, и есть я. Поэтому мы, Дарью, сегодня будем мучить. Я как кардиолог, Олег, наверное, как клинический фармаколог, потому что время непростое, препараты непростые, достаточно дорогие, для лечения используются. Поэтому у нас есть множество вопросов. Олег, ну, хочу с тебя начать, потому что мы с тобой созванивались, и хочу услышать, конечно, вот эту совершенно изумительную историю про Дагестан, вот, потому что, говорю, мы можем говорить про великую науку, но пока у нас в главе не уложатся какие-то фундаментальные вещи, она нам не поможет. Ну, давайте я действительно расскажу чуть-чуть, потому что в Дагестане сейчас, ну, Дагестан, он занимает одно из лидирующих положений по распространению COVID-19. Я сейчас не могу сказать там, потому что, ну, официальная статистика, она, мягко скажем, да, она несколько запаздывает всегда от реального положения вещей. Ну, а так как я закончил в свое время Дагестанский медицинский институт, извините, то я, в общем, не потерял связи, и у меня много однокурсников продолжают работать там, и там та же самая ситуация, то есть, тоже все стали как-то врачами-специалистами или врачами-терапевтами по несчастью, вот, и сначала, с самого начала все пошло не так, как в плане, то есть, отсутствует просто, отсутствовал единый подход. А так как республика, ну, откровенно дотационная, и медицина там финансируется, как и многим, где в провинции по остаточному принципу, что называется, то там начали лечить, вот, чем попало, то есть, вот, как вот, как вот видел, кто из врачей, как видел эту ситуацию, то так и лечил. Из забавного, ну, забавное, это, конечно, так, забавное, да, в кавычках, потому что это грустно, например, там, один из благотворительных фондов, он просто пришел и сказал, ребята, давайте мы вам там купим лекарства, вот, 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 назовите нам, вот чем это, вот мы вам купим, мы вам поставим эти лекарства бесплатно в республику, да, потому что там мы сохранили какие-то, не знаю, связи с республикой, выходцы из республики, вот, что, что вам купить? Они говорят, ну, купите нам что-нибудь противовирусное и от пневмонии, вот буквально так, и, видимо, там, вот, совет, там, обратились к кому-то и спросили, а что у нас самое лучшее, там, противовирусное и от пневмонии, ну, и что, вот, мне шлют фотографии о ящике азальтамивира, вот, вот, коробками просто его там закупили, и другие коробки, там, коробками закупили меропинем, то есть, что, что мне остается сказать, я говорю, ребят, вы, ну, оставьте азальтамивир на будущее, он вам пригодится, у вас еще будет эпидемия гриппа, она обязательно будет. Вот тогда вы его будете применять. Оставьте меропинем, не надо начинать стартовать с меропинема лечение этой пневмонии, потому что это вообще не пневмония, а, не знаю, чудище какое-то, вот непонятное по происхождению, бетам. А даже если у вас присоединяется бактериальная инфекция, вы этим меропинемом сейчас у себя выведите такое зверье, что вы потом в Северной Республике, не знаю, на ближайшие 50 лет не будете знать, какие антибиотики использовать, если вы выведете меропинемом просто резистентный штамм. Ну, вот как бы классический пример того, я просто всегда говорю, что наличие там худого, какого-либо протокола лечения хотя бы, вот пусть он там критикуется, пусть он там не идеальный, оно всегда лучше, чем отсутствие протокола, потому что без вот такого протокола лечения, без каких-то рекомендаций, вот мы создаем вот такие вот чудеса, таких чудовищ. Вот такая вот история вкратце. Да, да, я бы на самом деле, конечно, вот этих чудовищ и зверье на Кавказе не стал бы выращивать, честно говоря. Не очень это безопасно, надо сказать. Кстати, очень любопытная история в отношении все-таки вот рекомендаций и можно ли отступать или нет. Я, наверное, тоже соглашусь с тем, что лучше хоть какие-то, но вот что нужно, как мне представляется, как в рекомендациях NICE, например, чтобы был какой-то люфт, потому что вот то, что мы уже обсуждали, ну, например, есть моя позиция личная, есть позиция Олега, есть позиция Дарьи. Например, я не понимаю с самого начала, там, как может работать гидроксохлорохим и комбинация, которая используется в калетре. Ну, не понимаю я и вижу, что она не работает, это мое личное убеждение. Но, тем не менее, у нас есть рекомендации. Мы уже об этом и говорили, тем не менее. И вот когда есть вот этот люфт, чтобы отступить, а многие так и стали делать, наконец-то. Просто начали дневники писать полноценно, какая-то, в том числе, консультация с клиническим фармакологом, опять же, вот этот междисциплинарный подход, когда есть ревматолог, есть иммунолог, есть гематолог, с кем можно посоветоваться. Вот это, наверное, очень важно. Друзья мои, Даш, давай мы тоже тебя уже тоже в эфир, так сказать, пустим. Первый вопрос, наверное, что ты и как ты отреагировала все-таки на РКИ по поводу рендосевира, то, что мы его так ждали, и то, что все-таки это появилось. И надо сказать, что лично для меня было любопытно, что это первый препарат, который японцы включили в рекомендацию после того, как прошло клиническое испытание. Это было для меня не новостью, потому что мои друзья и коллеги работают в Нью-Йорке, и для них этот препарат был одним из единственных препаратов, на котором они видели вообще эффект у своих пациентов с коронавирусной инфекцией. Поэтому я уже знала, мы просто ждали, когда будут какие-то подтверждения, когда выйдут результаты, и этот препарат уже займет свое место в рекомендациях. Олег, ну ты один из первых вообще о нем стал тоже, в том числе, говорить и писать. Ты что скажешь? Ну, я о нем стал говорить и писать, значит. Я все-таки пока придерживаюсь достаточно взвешенной позиции, да, действительно, он показал... Сейчас парадносивирую, вообще зарегистрировано, я завяз вот перед нашим разговором на Clinical Trials Gov, там 25 исследований, да, зарегистрировано на Clinical Trials Gov, ну, еще, соответственно, несколько идут незарегистрированных там. Вот. И действительно, от него впечатление, он... Он... Еще ведь были публикации, его там не только применяли, там, при Эбола. Были публикации, что он при Мерс синдроме, Middle East, да, respiratory syndrome, оказывал какой-то скромный, но все-таки эффект. Вот. И то есть скромный эффект у тяжелых больных, конечно же, сейчас есть. Мы его, ну, по данным исследований, мы его видим пока что. Опять-таки, зная немножечко японцев, я просто с этими ребятами работал в клинических исследованиях очень много, они очень дотошные и очень занудные, и чтобы они что-то допустили не свое на свой собственный рынок, это... У них должны быть какие-то убедительные данные. Вот. А поэтому мы сейчас... Вот у нас идут сейчас мегатрайлы, вот Solidarity, Discovery, Recovery, вот три мегатрайла такие идут. Они, может быть, там их будут потом ругать за определенный байос, за несовершенство, потому что, ну, как бы их, что называется, там, на коленках их дизайн собирали и запускали. Но я думаю, что окончательные данные мы все-таки оттуда получим, потому что там Романдосевир вошел, по-моему, во все три этих исследования, и подождем их. Но, с другой стороны, несмотря на то, что препарат, он непростой препарат, токсичный препарат, в принципе, вводить непросто. Да, это внутривенное, там, 200 миллиграмм, и потом еще 9 дней по 100 миллиграмм. По-моему, там такая дозировка идет. Вот. Препарат дает печеночную токсичность, но по сравнению с другими противовирусными препаратами, которые пробовали, вот именно качество противовирусной терапии, да, он самый обнадеживающий. Вот на сегодняшний момент это так. Да, наверное, это действительно так. И я хочу сказать нашим уважаемым коллегам, пациентам, друзьям, то, чтобы вы просто немножко понимали, что крупных исследований сейчас более 160. Ну, вот самые крупные три трайла, да, они существуют, но 160, а в принципе в мире исследования, я тоже посмотрел, более полутора тысяч. Более полутора тысяч исследований идет, поэтому совершенно разные. Вот. Поэтому, конечно, надо дождаться. И тем не менее, друзья мои, стокиновый шторм. Даш, в двух словах вообще, что это такое? Почему стокины начинают так резко вырабатывать вот эти иммунные клетки, чтобы они туда пришли в очаг, потом опять появляются вот эти стокины и вот какой-то порочный круг? Что это такое вообще? Что это за зверь? Ну, если прям очень просто, то у нас есть клеточный иммунитет, и Т-клеточное звено отвечает за тот иммунный ответ, который мы имеем. Если у организма есть какой-то раздражитель, таким раздражителем могут быть вирусы. И если ткань первичного воспалительного ответа, здесь у нас это слизистые, верхние дыхательные пути слизистые, либо легочная ткань, если уже там идет миграция макрофагов в эту ткань, чтобы ограничить воспаление, то в какой-то момент что происходит? Макрофаги – это тоже антиген, презентирующие клетки. Это тоже клетки, которые могут запускать воспалительный ответ, и в какой-то момент их становится там достаточно, потому что именно в эту зону, где по какое-то первичное знакомство с антигеном идет активная миграция макрофагов. Их становится достаточно для того, чтобы они могли независимо от клеточного иммунитета сами провоцировать воспаление. То есть мы получаем такой порочный каскад, когда активируется Т-клеточное звено постоянно в ответ на возбудитель, и другие клетки тоже становятся источником воспаления. Соответственно, так как несколько разного уровня механизмов задействовано в работе с воспалительным ответом, в какой-то момент его становится слишком много, и мы получаем вот тот самый цитокиновый шторм. Я хочу еще маленькую ремарочку добавить для специалистов и для терапевтов, которые немножко… Есть небольшая подмена понятий, и в том числе вот ревматологи хорошо о ней знают, есть такое понятие синдром высвобождения цитокинов. И вот когда говорят про цитокиновый шторм и синдром высвобождения, это немножко разные вещи, потому что, как правило, синдром высвобождения – это уже такое гидрогенное, так сказать, это когда уже связано с приемом лекарственных препаратов. Так вот, чтобы не было, я просто стал встречать в литературе вот это немножко подмену понятий. Мы с самого начала, друзья, вот говорили о том, что когда мы даже не говорили про тот или зумаб, сирилумаб и так далее, про все эти мабы замечательные, мы тогда вот на троих обсуждали, как мы можем все-таки в этой ситуации использовать глюкопортикстероиды. И вот тут мне, конечно, любопытно мнение, Олег, и твое, и даже твое, потому что некоторые идут на совершенно сумасшедшие схемы, используя и пульс-терапию, потом вводя еще иммуноглобулины и так далее. Некоторые используют аккуратные схемы, в том числе, вот как использовал я, как мы советовались с Олегом, там небольшие схемы с дексаметазоном. Вот, Олег, давай с тебя, наверное, начнем. Какой у тебя уже опыт, в принципе, личный в этом плане, и что скажешь, да? Ну вот, к сожалению, пока вот ответить не могу, потому что, да, действительно, был какой-то момент, когда появилось впечатление, что добавление небольших доз, как ты сказал, аккуратных дексаметазона, я имею в виду 8-12 миллиграмм в сутки, не больше, оно несколько смягчает, сглаживает течение заболевания. Причем при этом нам, когда мы назначаем их, ну, нам приходится преодолевать очень большую, во-первых, инерцию, да, потом, в принципе, очень большой страх. Все-таки данные применения дексаметазона, данные применения глюкокуртикостероидов именно на начальном этапе лечения любого вирусного заболевания, они скорее против, потому что это продлевает, это приводит к распространению вируса, это продлевает время персистирования вируса в организме или, там, время его присутствия просто в организме, то есть вопрос элиминации вируса, он отодвигается в будущее. А вот, с другой стороны, ну, вот сравниваем, просто в разных больницах, я просто вижу больных и не только тех, с которыми работаю непосредственно, но вижу больных в других больницах, мы сравниваем просто результаты применения, у нас пока нет убедительных данных, вот в отношении глюкокуртикостероидов вот этого вот осторожного введения, у меня мнение, оно меняется, ну, наверное, раз в два дня. Вот, то есть я то и то считаю, что да, это вроде бы хорошо, потом я смотрю на других больных и понимаю, что это, ну, это никак. Говорить о том, что это плохо, я пока что не могу, потому что малые дозы глюкокуртикостероидов, они не приводят к, ну, каким-то существенным бросающимся в глаза результатам, потому что мы сейчас имеем непосредственные результаты. У нас, на самом деле, у нас ближайшие результаты – это количество больных, которые были, у которых было отмечено ухудшение течения по компьютерной томографии, у которых распространение очагов матовых стекол, там, я не знаю, там, КТ-2 спрогрессировало, КТ-3, КТ-4, а это больные, у которых ухудшились параметры сатурации, это больные, у которых там лихорадка персистирует, то есть, по сути, основной конечной точкой является, ну, количество больных, которые нуждаются в интенсивной терапии, количество больных, которые нуждаются в терапии МАБами, как упреждающей противовоспалительной терапии. Вот сказать, что сейчас кортикостероиды влияют на это количество, не могу. В отношении пульс-терапии, как был противником, так и остаюсь противником, потому что пульс-терапия на ранних этапах, она ни к чему хорошему не приводит, и наблюдал, знаю, об опыте коллег в других больницах несколько раз, пульс-терапия преднизолоном до 400 миллиграмм преднизолона вводилась, и она приводила к тому, что больные просто быстро, резко ухудшались и в итоге оказывались на ИВЛ. Поэтому пульс-терапия, с моей точки зрения, это скорее либо терапия отчаяния, либо терапия в тех ситуациях, когда моноклональные антитела недоступны. Вот моя точка зрения пока что такая. Ну, либо мы не можем назначить по какой-то причине. Еще один момент. Естественно, у докторов есть опасения, то есть они говорят, ну, там, а вот насколько ведение кортикостероидами, оно повышает риск развития, я не знаю, там, стероидного диабета или стероидных эрозий желудка. Ну, на таком коротком участке... Из таких дозов нет. Не наблюдаем такого, нет. Я абсолютно солидарен, и речь, конечно, тут не идет о начале заболевания, это, в принципе, будет только усугублять течение, вне всякого сомнения, любых доз, и они, собственно говоря, не нужны. Конечно, речь идет о том, когда у нас пациент реально усугубляется, и в том числе, когда есть, например, клиническая картина, и нет у нас мабов на руках, например. Потому что мы должны совершенно очевидно понимать, что мы работаем не только в Москве, у нас огромная Россия, и препараты не самые простые. Даш, ну ты это вообще человек, который, наверное, лучше всего знает про, в принципе, глюкортикостероиды, потому что, я не знаю, такое количество метилпреднизолонов, с которым работаешь ты со своими больными, наверное, больше никто не работает, кроме ревматолога. Твое отношение, я знаю, с самого начала, насколько он нам может помочь, в принципе, метилпреднизолон, дексаметазон? Давайте, если так рассуждать, да, то, что я буду отталкиваться немножечко от того, что Олег говорит. В целом, действительно, мы коронавирусную инфекцию, это никакими мабами, глюкортикоидами и так далее не лечим саму эту инфекцию. Мы лечим осложнения. И осложнения такие грозные, как ОРДС, да, и цитокиновый шторм, если он развивается. Собственно, поэтому и говорить о том, чтобы где-то в начале коронавирусной инфекции назначать такие препараты, мы не можем. Соответственно, ну, чтобы мы сразу разделили, то, что это действительно те состояния, которые они требуют более активной терапии. Если мы говорим о пациентах, у которых развивается цитокиновый шторм, в принципе, в целом, я не очень согласна с этой терминологией, потому что она очень, конечно, такая огромная. Это семейство целого синдрома цитокинового шторма. Сейчас по последним гематоонкологическим рекомендациям это проявление гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза. Гистиоцитоза – это огромное семейство заболеваний. Это в целом заболевания с активацией различных клеток, и часть из гистиоцитозов протекает с активацией макрофагов. И вот именно эти гистиоцитозы мы как-то и приняли за то, что происходит у пациентов с коронавирусной инфекцией. То есть это синдром активации макрофагов в гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. И его проявлением именно является вот этот самый цитокиновый шторм. То есть это такой признак, который определяет вообще в целом огромное количество процессов, которые по такому же патогенезу развиваются, не обязательно с этими клетками. Но тут такая сложная получается взаимосвязь между собой. То есть, по сути-то, это неопределенное какое-то заболевание, чтобы мы сходу знали, как его лечить. Это группа заболеваний с разными подходами. И, между прочим, гидрогенные гистиоцитозы, они тоже относятся к этой же классификации, так же, как и инфекционные, так же, как и при злокачественных новообразованиях, так же, как и после введения стволовых клеток бывают такие синдромы, и так же, как и при ревматических заболеваниях. Собственно, вот так я сюда и попала в эту беседу. Что в целом по глюкокортикоидам, если мы опираемся на онкогематологические рекомендации, в целом у нас в ревматологии так принято, что мы и так работаем с препаратами, с глюкокортикоидами, с иммуносупрессантами и с внутривенным иммуноглобулином, любое состояние, которое подозрительно на гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, должно начинаться с терапии глюкокортикостероидами и по возможности с или без внутривенного иммуноглобулина. Поэтому, если уже мы считаем, что это действительно синдром активации макрофагов, если мы понимаем, что это состояние адекватно критериям гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза, то есть это минимум двухростковая цитопения, это гепаты или спленомегалии, или и гепаты спленомегалии, это высокий ферритин, более 500, а чаще всего при этих состояниях мы видим больше 2000, то здесь мы можем уже прибегать к таким суррогатным критериям для вторичных гистиоцитозов, где достаточно даже вот того, что я перечислила, для того, чтобы рассматривать это состояние как гистиоцитоз, начинать терапию. Вот так я к этому отношусь. Друзья мои, знаете, я, кстати, хотел бы обсудить все-таки вот такой момент, опять же, сейчас мы, разумеется, перейдем к самым сложным нашим препаратам, но прежде вот как раз, чтобы немножко понимать не то, что даже патогенез, а вот диагностически, потому что можно сколь угодно долго разговаривать о ферритине, мы уже с Олегом потом говорим, интерликини-6, альфа-фактора некрозы опухоли, интерферон, гамма можно смотреть, то есть можно, ну, много чего можно смотреть в этих ситуациях, но, условно говоря, нету, вот нету. Есть общий анализ крови, есть клиника. Вот я совершенно четко убежден со стороны терапевта, то, что этих двух вещей, когда нету маркеров таких серьезных у нас, лабораторных, которые очень недешевые, особенно интерликин-6, по ним можно ориентироваться. Олег, твое мнение. Вот я хотел у Дарьи спросить как раз, на какие все-таки, на какие показатели имеет смысл ориентироваться? Вот более просто, вот, может быть, сформулировать для врача общая кровь, падение лейкоцитов, там, ниже трех, например, падение общего количества лимфоцитов, к примеру, ниже одного, там, либо, там, 15% от имеющегося, тромбоцитопения, там, меньше скольки, меньше 50 тысяч, про ферритин, да, ферритин, это, конечно, здорово, просто, к сожалению, даже, я вот, даже здесь не каждый день вижу ферритин, он не каждый день определяется, а, опять-таки, я еще просто, ну, вот, много консультирую провинцию, и там, когда я говорю о ферритине, мне просто пальцем у виска крутят, а в лучшем случае цири активный биологии, в лучшем случае цири количественные, хотя, на самом деле, да, присылают мне, вот, например, данные анализа, там, цири 4 креста, ну, ладно, это мы уже оставим, то есть, то есть, то есть, да, да, то есть, как это происходит, то есть, да, какие, какие количественные, вот, просто количественные данные по общему анализу крови и, может быть, какой-то, ну, наиболее показательный, ну, ладно, по ферритину вы сказали, там, выше 500, скажем, мы, у нас протоколе локальном выше 1000, мы рассматриваем, выше 1000 и интерлекин выше 40, да? Да, интерлекин выше 40 мы взяли, просто не заморачиваясь из последних рекомендаций, это, скорее всего, было взято, я уже, честно говоря, уже даже не помню, они вышли 28 апреля, эти последние рекомендации, а уже столько всего изменилось, что я уже даже не помню источник информации, да, вот, да, выше 1000 ферритин и интерлекин выше 40, совершенно верно, да, вот по общему анализу крови, вот как бы вы порекомендовали, может быть, какие-то другие все-таки рекомендации у вас будут? Ну, по общему анализу крови, там, в целом, я не говорю свое мнение, потому что это уже написано неоднократно, мы берем лейкоциты меньше полутора тысяч, если мы говорим о тромбоцитопене, это меньше 100 тысяч, но это достаточно стандартные показатели, если мы говорим о лимфопене, естественно, нас беспокоят меньше тысячи, если это в абсолютном количестве, потому что это уже такие состояния достаточно серьезные, что нам еще остается, цирреактивный белок, конечно, мы можем по нему ориентироваться, если цирреактивный белок в районе 100 мг на литр, мы уже понимаем, что это достаточно активный процесс, и тут интересный момент о том, что, в принципе, цитокиновый шторм очень похож на сепсис, и мы вынуждены здесь действительно, как говорит Константин, да, подключать все свои врачебные чувства и так далее, да, то, что мы видим, то, что мы видим по дыхательной недостаточности, то, что мы видим на КТ, чтобы понимать, что происходит с пациентом, и здесь в отсутствии таких анализов, как тот же прокатитониновый тест, у меня большие в целом сомнения по группе тех пациентов, которые находятся в этом состоянии, потому что даже у тех, у кого диагностирован цитокиновый шторм, если брать такие европейские крупные обзоры, то это до 40% летальности. Что мы говорим, если у нас нет в руках возможности даже разделить эти состояния, потому что если брать кофрейновский обзор по глюкокортикоидам при сепсисе, мы можем увидеть там, что крупные дозы глюкокортикоидов там не фигурируют абсолютно, да, и это может быть, ну, как бы дополнительной ложкой дегтя в этой ситуации. Если мы говорим о малых дозах, по ним решения до сих пор нет при сепсисе. Там говорится только о том, что в целом никто не увидел там ухудшения, да, у тех пациентов или увеличение смертности, как оценивается таких чаще всего исследований, которые включены в этот обзор, если назначались малые дозы глюкокортикоидов, но при этом показаний-то таких нет. И если мы подумаем, что это гистеоцитоз и дадим пульс терапию, а пульс это от 250 миллиграмм, то, соответственно, мы убьем этого пациента. Абсолютно согласен. Я думаю, что сейчас бразды правления я с радостью передам Олегу, потому что мы как раз подходим к самому, наверное, интересному. У меня вот когда, потому что когда мы уже стали говорить про тоцелизума, потом сорилума, потом нетокимап у нас появился, вот все вот эти препараты, тем не менее стали говорить, что исходно мы все там обрадовались, вот есть, дескать, вот эта мишень, интерликин-6, и по нему мы будем, значит, вот стрелять. Потом, значит, интерликин-1, потом интерликин-17. Вот, то есть, Даш, очень хотелось бы понять вообще, с чем можно работать вот из этих классов препаратов, вот, чем они, собственно говоря, могут сильно отличаться, вот по механизму действия в частности. И можно я задам сразу же вопрос, Дарья? Это такой вот общий вопрос, а почему именно антиинтерликин-6 пошел сразу, вот почему-то целизума, сорилума сразу пошли? Вот почему из всей этой группы препаратов? Это несложный вопрос. Еще не вечер. Спасибо. В первичном воспалительном ответе интерликин-1 и интерликин-6 играют очень важную роль. Это одни из первых интерликинов, которые быстро выбрасываются в кровоток, их большое количество. И, собственно, если мы говорим о том, как мы можем ориентироваться, вот С-реактивный белок, чаще всего это показатель, ну, такой очень относительный, не напрямую, но того, как реагирует вообще наша иммунная система и насколько высок вообще интерликин-6. То есть вот у нас в ревматологии мы, например, для назначения тацилизума, не берем уровень интерликина-6, но мы знаем, что это наш пациент, у которых С-реактивный белок под 100 и держится. То есть 100 – это уже критерий, да, у вас, у ревматологов? Ну, в целом, нет, это не какие-то конкретные критерии, это в целом высокая воспалительная активность персистирующая у пациента, которую мы не можем подавить другими нашими препаратами, глюкокортикоидами, не особенно могут быть эффективны, там, либо постоянно ускользает эффект у этих пациентов из-за того, что постоянная воспалительная активность, высокий риск малигнизации, и, соответственно, они кандидаты на терапию антиинтерликином-6. Да, ну, у нас как бы тут есть свои риски по поводу того, что все-таки наше заболевание аутоиммунное, и вот этот ответ, он не связан с каким-то инфекцией или с каким-то коротким периодом времени, а он происходит в организме у наших пациентов постоянно. Ну, собственно, поэтому мы не имеем возможности долго рассуждать, если мы видим, что уже цифры, там, 70-100 по цириактивному белку, то мы, конечно, уже идем на геноинженерные биологические препараты, и вот у таких пациентов именно выбор идет в пользу интерликина-6. Поэтому можно опираться, в принципе, в целом на цириактивный белок в этом плане, с одной стороны. Ну, опять же, как я уже сказала, тут тоже есть свои особенности с бактериальной инфекцией. По поводу того, что происходит при коронавирусной инфекции, как я сказала, ткань первичного ответа, туда устремляются макрофаги, интерликина-6 много, все это очень сильно связано между собой, на самом деле, потому что антиген презентирующий клетки, первый интерликин, который они выбрасывают, это интерликин-6. И, соответственно, если мы уже говорим о синдроме активации макрофага, который связан с такой иммунной именно реакцией, чаще всего она интерликин-6 зависимая. Другое дело то, что это, я вот, Константин, скидывала как раз вот эту схему, которую дает нам немецкое общество гематоонкологов о том, что не всегда это развивается именно по этому типу и по этому пути. Есть инфекции, которые развиваются по пути интерликина-1 зависимым, как ауто-воспалительные синдромы, и есть такие гистеоцитозы. И, собственно, вот почему зашла речь про анакинру и про конакинумаб. Анакинра в России, по-моему, не существует, насколько я знаю. Вот конакинумаб у нас есть, он зарегистрирован, это ингибитор интерликина-1. И в тех случаях, когда у нас, как при ревматологии болезни стилов взрослых, бывают такие реакции ауто-воспалительные, когда мы видим, опять же, тоже эти проявления, применяется с успехом ингибитора интерликина-1. Но вот тут тоже момент, как мы можем контролировать это, да? По тем публикациям, которые есть, подкожный антиинтрликин-1 не дает стабилизации. То есть там идут на риск, там нарушение протокола, они вводят его внутривенно. Но в России на момент, когда нет совершенно даже регистрации этого препарата, говорить об этом, наверное, не стоит. Что касается ингибиторов интерликина-6, у нас есть сарелумаб и цилизумаб. Цилизумаб, слава богу, есть в двух формах. Он есть и внутривенный, и подкожный, сарелумаб подкожный. И здесь я как ревматолог могу сказать, что более управляемая всегда подкожная форма. Но по вопросу именно терапии острых состояний мы применяем внутривенную. То есть в случае с коронавирусной инфекцией у меня пока нет этого опыта, чтобы сказать, какая из этих форм будет лучше. Потому что как представитель такой очень консервативной специальности, я, вероятнее всего, шла бы путем расчета на вес внутривенной формы. Но если бы шел вопрос о том, что делать дальше, какая-то поддерживающая терапия или что-то, то если это необходимо, переводила бы пациента на подкожное введение. Ну, Дарья, мы вот пока что, пока что мы, в общем-то, идем по пути того, что мы однократно, ну или там максимум двукратно, если мы через 12 часов, да, не видим, ну мы оцениваем через 12 часов эффект. Если мы через 12 часов не упала температура, там что-то не изменился, там хотя бы циреактивный белок, то мы вводим второй раз, мы считаем, что не помогло. А те стационары, которые контролируют это уровнем интерлекина, ну что, действительно, они видят, они ввели этот сезумаб, интерлекин-6 там просто, он просто исчез. Вот, что, собственно... Мгновенно, мгновенно. Да-да-да, что, собственно, и неудивительно. Ну, лекарство, оно так и действует, действительно, с ним связывает это антитело. Вот, мы не рассматриваем вопросы в дальнейшем, что с ними делать, за исключением, ну вот, ситуации, когда пара кейсов была, когда там через 5-7 дней после введения тоцелизумаба у пациента опять начинает нарастать одышка, опять появляется лихорадка, появляется температура. Здесь, в первую очередь, естественно, мы думаем о том, что здесь присоединилась все-таки вторая, ну, бактериальная инфекция, потому что иммуникет препарат, в общем-то, срубил, и здесь, конечно, в помощь про кальцитоним при его наличии, он, в общем-то, даст, наверное, ответ на вопрос. Вот, но все-таки, действительно, я задавал вопрос, скажите, пожалуйста, вот после введения тоцелизумаба, после однократного или двукратного введения, то есть там из дозы, ну, например, тоцелизумаб мы там рассчитали, ну, там пусть мы ввели там 8 миллиграмм на килограмм массы тела даже, да, то есть максимальную дозу. Каких последствий нам еще ожидать, чего нам бояться? Вот кроме каких-то реактиваций, какой-то хронической инфекции, о которой мы, может быть, даже не знали, потому что пациенты все поступают не всегда в адеквате, не всегда могут описать свое состояние, чем там они болели. Это такие обычные пациенты с улицы, понимаете? Вот. Чего опасаться и на что обращать внимание? Ну, это сложный вопрос, на самом деле. Просто по вашей практике. Из практики репматолога, конечно. Да, по вашей практике. Ну, из нашей практики мы, естественно, смотрим общий анализ крови и эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, это стандарт. Мы оцениваем уровень холестерина в крови, и это эффект, который зарегистрирован на цилизумабе. Пациенты, которые получают ингибиторы энтерекина 6, у них растет холестерин и растут риски сердечно-сосудистых осложнений. Ну и наши классические показатели АСТ-АЛТ, потому что это в любом случае белок, и мы понимаем, что могут быть любые белковые реакции на обведение, мы должны их тоже оценивать. А можно я как специалист теперь тоже вмешаюсь к вам? Быстренько, дорогие друзья. Потому что вот на самом деле кардиологи, у них есть опыт общения тоже с тоцилизумабом на самом деле. Мы даже в свое время делали программу, потому что есть ряд заболеваний, которые сопряжены с двумя патологиями, кардиологическими и репматологическими. Поэтому у нас небольшой, но опыт тем не менее был. Я хочу подтвердить, действительно, то, что мы видим реальный рост, нарастание холестерина, это правда у этих пациентов. И еще один очень тонкий момент. Мы в прошлый раз на грани прошлись по поводу трансаминаз, вот и так далее. И тут я начал тоже копать, дозвонился до своего большого друга-гипотолога. Он говорит, ребята, 500, 700, 1000. Да ерунда все это на самом деле. Нет билирубина, нет всего остального. Да и оставьте вы этого пациента. Через 14 дней после того, как он выпишется из клиники, все у него будет нормально абсолютно. Вот такая точка зрения. Хотел поделиться тоже. Ну, Константин, я как бы тогда комментировал, что вот мы с профессором Богомоловым обсуждали этот вопрос, он гипотолог, и, в общем-то, его ответ был такой. То есть до четырех лабораторных норм при отсутствии билирубина и при отсутствии поражений, ну, признаков нарушения белково-синтетической функции печени, там, если МНО там не падает, если нет глубокой крови гипоальгуминамии, расслабляйтесь. Это может быть в рамках основного заболевания, это может быть, да, может быть в рамках гипотоксического эффекта, но как бы до четырех норм вообще спокойно на это реагируете, если билирубин не шевелится. Ну, четыре нормы, правда, это все-таки не 500, это 160, ну, может быть, я не знаю. Ну, вот, тем не менее, это при том, что справедливости ради, друг, это как раз ученик профессора, поэтому, и да, совершенно точно как раз, просто не забыть про альбумин и про билирубин. Вот, кстати, два тоже маркера, которые очень важны. Ну, как показывает практика, альбумин все-таки у пациентов снижен, видимо, это связано с тем, что он просто перемещается. Именно чем тяжелее легочный процесс, чем больше объем поражений легких, тем ниже у них альбумин. И, как бы, снижение альбумина, ну, я вижу, мы видим практически у всех этих пациентов, наверное, это проявление основного заболевания. Это не глубокая гипоальбуминомия, это снижение, ну, там, не знаю, процентов на 30 он снижается. Олег, я тогда с удовольствием партитуру передаю тебе по поводу Яну Скинас. Можно я еще ремарху? Да-да, конечно, конечно. По поводу цилизума, пока мы не закончили о нем говорить. Страшно даже не те последствия, которые могут быть по клеткам, да, это мы все умеем контролировать, в любом случае пациент лежит, мы возьмем у него контрольный анализ крови общий хотя бы. Страшнее его действия на иммунную систему, потому что пациенты, которые получают цилизума, они могут не лихорадить после этого, у них не будет повышаться С-реактивный белок. И здесь... Пропустить заболевание? Пропустить заболевание? Мы можем пропустить присоединение бактериальной флоры именно поэтому, из-за того, что этот пациент будет совершенно... Ну, у него не будет никакого вот этого интоксикационного синдрома, из-за того, что был уже введен ингибитор энтеролекина 6-го, мы подавили эту функцию. Дарья, а вот такой чисто практический вопрос тогда. Смотрите, прокальцитонин – это прекрасно, да, вот при его наличии. Я пока вот сам там ориентируюсь, мои коллеги, мы ориентируемся на прокальцитонин, ну, как на такого некого судью такого. Вот, окей, ситуация, нет прокальцитонина у нас в руках. Имеет ли смысл поменять схему антибиотикотерапии, может быть, просто пациентам, которые получили цилизумаб, превентивно назначать антибиотики более широкого спектра действия. Все-таки выходить в антибиотики резервы сразу же, только на основании того, что они получили цилизумаб. Потому что эти пациенты, они действительно, вот я сейчас... У меня перед глазами стоят три тяжелых пациента вот за последние два дня, которые получили этот препарат. Вот, они... Я смотрю вот их данные. Они создают впечатление мнимого благополучия. Да, у них сатурация там паршивенькая просто потому, что априори поражение легких высокое, но у них подросли лимфоциты. У них уже там второй-третий день нормальная температура у кого-то. Но при всем при этом, вы знаете, вот у меня... Я просто... Я не понимаю этих пациентов, и никто, ну, никто, наверное, сейчас до конца не понимает. Просто какое-то вот возникает ощущение какого-то затишия перед бурей. И вот мы сейчас пошли у двух пациентов там по пути назначения антибиотиков глубокого резерва уже. Как вы считаете? Я могу сказать, что у меня есть опыт ведения очень возрастных пациентов с деменцией. Так уж сложилось, что мы очень близко работаем с неврологом, с дементологом Марина Насанна-Никина. Вот, поэтому... И там чаще уросепсис. И это очень похоже состояние на то, которое такие ареактивные пациенты, которые ты не знаешь, да, что произойдет в ближайшие там сутки, пару суток, какая флора появится и так далее. И здесь я считаю, что нужно назначать антибиотики. Пусть это будет превентивный ход, но как минимум мы протянем это время до нарастания реактивности уже, да, организма. Отлично. Отличный комментарий. Вот тогда очень конкретный вопрос, ответа на который у меня даже представления нет. А когда после однократного введения тацилизумаба нарастает реактивность организма в днях? Если у вас есть какие-то соображения. Ну, это не мои соображения. Рекомендации НАИС мы должны учитывать период полувыведения препарата и 5 периодов полувыведения препарата – это полностью чистый организм. Это очень долго. Это очень долго, да. Это очень долго. Но постепенно, понимаете, проблема же в чем? Постепенно все равно у разных людей по-разному, да. У кого-то это будет 2 периода полувыведения, а у кого-то все 5. И это зависит и от комординации. Но все равно это будет, да, но это все равно больше месяца. Это клиническое мышление. Тут только так. Это как раз, да, друзья, то самое время, излюбленная наша доказательная медицина, и наконец-то все-таки мы вспомнили про клиническое мышление. При этом при всем, что оно существует. Я помню, около года назад мы делали с Олегом программу «Медицина будущего», и тогда обсуждали какие-то совершенно простые постулаты, типа фармакокинетики, фармакодинамики. И мы тогда, уже выходя из студии, обсуждали. Олег так сказал, фонодоскоп, он уже в принципе не нужен. И тем не менее, Олег, фонодоскоп-то нам понадобился все-таки пока еще. Костя, я очень извиняюсь. Я вот сейчас хочу тогда спросить, каким образом в СИЗе ты слушаешь больных? Я не слушаю и, более того, скажу, а аускультацию я не записываю, потому что это невозможно. Слава Богу, да. Я оказался плохим пророком, оказался фонодоскопным, как раз-таки оказался не нужен. Учимся жить без фонодоскопа в итоге. У меня еще есть такая ремарка по поводу... Вот все время я вспоминаю о ней, и все время вы меня сбиваете на какие-то более такие конкретные вещи. А я хотела сказать о том, что у нас очень часто в последнее время, несмотря на то, что все равно лоббируется доказательная медицина, появляются статьи о том, что есть клиническое улучшение, да, вот, и это очень разное такое достигаемое клиническое улучшение именно в рутинной клинической практике, и то, что мы получаем по данным клинических исследований. И, соответственно, здесь вот это клиническое импрувмент, оно на самом деле сейчас выходит вперед, и мы должны от него отталкиваться. И по поводу тоцелезумаба, если мы говорим о моей практике, у меня есть пациенты на этом препарате, и сейчас, конечно, у меня, честно говоря, голова кругом, когда они мне звонят и говорят, я, кажется, заболеваю, потому что я понимаю, что болеют они совершенно не так. В целом, в среднем, да, мы можем брать период введения, мы вводим раз в месяц тоцелезумаб, и, соответственно, к концу месяца от введения мы уже можем немножечко ориентироваться по тому, как пациент себя чувствует, да, по клинической симптоматике. И тем не менее, дорогие друзья, я хочу сказать, что в чем прелесть все-таки сарелумаба, тоцелезумаба, то, что он так или иначе селективно работает в отношении иммунной системы все-таки, вот, чем-то он хорош. А вот когда нет не прокалькстанина, и есть высокие дозы как раз глюкортикостероидов, вот тут дров мы можем наломать, будь здоров как раз вот в этой ситуации. И, коль мы сегодня начали говорить про зверей, Олег, как я говорю, партитура у тебя, я мускиназы, вот. А можно, да, Константин, а можно сейчас, коли мы с Дарьей вот разговариваем, вот я сейчас с одним вопросом, я сейчас с высот поэзии под лавку конторщика упаду этим вопросом. Все-таки, Дарья, гидроксихлорохин и хлорохин, вы же как ревматолог, вы же их наверняка назначали, да, потому что все-таки это базисная терапия, там ревматоидного артрита была и так далее. СТВ. Да, ну, естественно, да, то есть я никогда в жизни, я эти препараты, вот я как в институте прошел их, вот узнал о них, я о них вот, наверное, ну, я ни разу в жизни не назначал эти лекарства и надеялся, что мне никогда не придется назначать, там у меня там друг там принимал, ну, для профилактики малярии когда-то, вот и все, что я знаю об этих лекарствах. Все-таки ваше отношение к этим препаратам, потому что даже, по-моему, мнение в отношении этих препаратов, оно не устаканилось. Мы говорим о том, что гидроксихлорохин помогает, потому что он противовирусный, там что-то подавляет инвитро, и мы говорим о том, что гидроксихлорохин помогает, потому что он подавляет неспецифический иммунный ответ. Вот все-таки что впереди или, может быть, ничего не впереди? И вообще от этих препаратов мы скоро откажемся, что тоже не исключено. Гарри, как вы думаете? Как у меня вышло из страны, я чувствую, потому что я очень люблю рекомендации не российские по этому поводу, в которых уже в первых строках написано, что гидроксихлорохин не надо применять при коронавирусной инфекции. Можно, оговорюсь, там везде написано, что можно применять в рамках эго-клинических испытаний. Да, если вам вдруг захотелось в таком формате. Ну, в общем-то, это действительно подавление цитотоксического ответа, именно с этой целью мы его используем в ревматологии, при этом препарат очень мягкого действия. В целом, именно за счет этого эффекта он применяется и в лечении малярии, но там другие протоколы, там более крупные дозы. И, к сожалению, вот если мы возвращаемся к тем протоколам, которые получали в лечении, я видела разные, у разных клиник, и дозы были сумасшедшие, вплоть до 12 грамм в неделю. Да, весьма красиво. 12 грамм в неделю – круто. Это гибридный протокол, да. Поэтому мы вернемся к тому, что безопасная доза в ревматологии – это 5 мг на килограмм веса для гидроксихлорохина и 2,3 мг на килограмм веса для хлорохина. В этих дозировках они относительно безопасны, и их польза может превысить риск назначения. И я в целом не считаю правильным выходить за эти рамки у любых других пациентов с инфекциями или так далее, так как наша группа пациентов считается все-таки более иммуносупрессированной, да, и в целом такой рисковой группой, на которой это все уже отработано нескольких раз и годами применения. Что касается в целом эффективности этого препарата, как я уже сказала, он достаточно мягкий, и его эффект достигается за где-то месяца 4 накопления, то есть говорить о том, что он поможет в терапии инфекции, для меня было сомнительно с самого начала. Что касается в целом, в ревматоидном артрите мы меньше, конечно, видим его эффекта, добавляем его как дополнительный препарат в схеме, если мы понимаем, что немного не хватает нам какого-то, да, добавочного такого противовоспалительного действия в базисной терапии, только у группы системной красной волчанки мы видим четкую взаимосвязь между применением гидроксихлорохина и сокращением частоты обострений, только у этих пациентов. Дарья, а вот у вас очень большой опыт применения все-таки этих препаратов. Давайте от гидроксихлорохины как предпочтительным, я не знаю, давайте назовем его наименьшим злом. Скажите, пожалуйста, все-таки насколько часто вы встречаетесь с побочными эффектами гидроксихлорохина, с неблагоприятными явлениями на фоне его применения, и какие это ситуации, на что надо обратить внимание, вот если там не брать всю эту инструкцию по медицинскому применению, а вот именно практически, что чаще всего? Мы не назначаем гидроксихлорохин пациентам с любыми макулопатиями. Это первый момент. И второй момент, то, что сейчас вышло на передний план по поводу удлинения интервала КУТЭ, в ревматологии очень редко это встречается на наших дозах, поэтому в целом у нас есть наши кардиологи, с которыми мы работаем, с нашими пациентами, чаще всего это совершенно другие состояния, они не касаются удлинения интервала КУТЭ, у них есть какие-то всяческие миокардиодистрофии, вот любимый мой термин, который, собственно, очень сложный, и определяет какое-то поствоспалительное изменение в целом у наших пациентов, которые бывают, но именно если вы говорите об удлинении интервала КУТЭ, мы редко с этим встречаемся. Скажите, гипототоксическое влияние этого препарата, вы с ним встречаетесь? Редко. Бывают как реакции идиосинкразии, то есть первое назначение, сразу пациента обсыпает, где мы видим повышение уровня СТОТЭ до трех норм и выше, у нас не четыре, у нас три нормы, уже считается, что… В мирное время три нормы, да, я согласен. Да-да-да. Друзья, я хочу вам напомнить, что времени у нас, к сожалению, не так много. Олег, ямускенады. Да, остался последний вопрос, да, место препаратов джаккинас, все-таки, если вы просто вот простым языком опишите, дарим механизм их действия и просто их отличие от антиинтралекиновых препаратов. Ага, ну, очень просто, как всегда. На пальцах. На пальцах. Матология, в принципе, это простая наука сама по себе. Ну, если уж очень просто, то у нас есть зависимый киназный путь, джак-стат-3, который активирует воспаление, и, собственно, именно на него мы влияем, когда, в принципе, применяем янус киназы. Интергин-6 стоит под этим путем в этой же линии, поэтому мы просто как бы выключаем более высоко стоящую связь таким образом. Скажите, по отношению к ковид, сейчас, насколько я понимаю, опыт применения ингибиторов янус киназ – это применение на назначениях, ну, как можно раньше. То есть, когда мы уже подозреваем, что у пациента пойдет все по неблагоприятному пути, и, соответственно, количество пациентов, которые их, вероятно, будут получать в ближайшее время, может превысить количество пациентов, которые получают тацилизмаб или срилумаб. Вот. Какие здесь чисто практические соображения и практические опасения могут быть? Если говорить о чисто практических соображениях, я говорю свое мнение сразу. Мы все здесь говорим свое мнение, да. Насколько я понимаю, на данный момент место применения этих препаратов, то в момент, когда идет активная инфильтрация, эти препараты должны быть уже назначены, но не ранее. То есть, здесь мы должны успеть за воспалительным ответом, но не предупредить его, иначе мы перекроем естественную иммунную реакцию организма. Мы не должны это делать, потому что это естественные процессы воспаления, они не обязательно будут закольцовываться в эти патологические пути с развитием цитокинового шторма. Мне кажется, это вообще, ну, очень важный момент о том, что это, в принципе, в целом, янус киназа, интерлекин-6, это все наш иммунитет, по сути. И если мы раньше, чем нужно, дадим вот этот блок, то мы быстрее получим реактивный организм, который не сможет справляться с вирусной нагрузкой. И проблема цитокинового шторма в целом, то, что после уже даже элиминации вируса может продолжаться эта реакция. То есть, мы там уже эту инфекцию-то, по сути, даже не сильно боимся. Мы боимся уже вот этой гиперфункции иммунитета. И что касается янус киназ, это очень важный момент, потому что здесь мы не таргетно действуем, мы не выключаем интерлекин-6, а мы выключаем целый путь сигнализации. То есть, это огромный каскад, который мы просто одномоментно, как тумблером вырубаем из сети. Соответственно, поэтому и побочные эффекты янус киназа, в первую очередь, мы боимся инфекций. Мне, честно говоря, дорогие друзья, коллеги, тоже немножко непонятно, потому что, ну, если говорить про янус киназа, то это борецинип, то, что пока вот было хотя бы испробовано. Но это киназа все-таки. Да, да. И, честно говоря, вот тоже было не очень понятно, когда начинать его вводить, и было как-то страшно. Вот как-то с тоцелезумабом не так страшно, честно говоря. А здесь страшно, потому что, опять же, то, о чем говорит Олег постоянно, вот это зверье бы не подключить бактериальное, уж не только вирусное, а именно бактериальное. Вот запустить весь каскад механизму, выключить иммунитет и дать возможность как раз вот для, особенно в условиях того, что не стоит забывать, что тоцелезумаб и барицетиниб, как же они произносятся, все у вас сложно в ревматологии, они вводятся практически все на инфузомате в условиях блока. То есть... Барицетиниб? Не-не-не, а цельюмаб, да. Не-не, мы говорим о моноклональных антителах, просто Константин уже оговорился, потому что... Да-да-да, это я говорю про цельюмаб. И цельюмаб и цельюмаб и другое, да. Поэтому вот именно говорю, это все происходит в условиях блока. Опять же, то есть вот и у нас, например, или в некоторых линиях я знаю, что они находятся 2-3 дня, То есть даже не несколько часов, а до суток как минимум. А учитывая флору и так далее, вот опять же, тут у меня, говорю, только вопросы возникают. И, разумеется, я, конечно, говорю по поводу введения не в отношении Борица Тениба. Конечно, извините. И, наверное, у меня еще один, может быть, даже последний такой вопрос. Опять я все время пытаюсь какие-то практические рекомендации получить в первую очередь даже для себя, может быть. Тацелезума после Борица Тениба. Например, 3-5 дней лечим Борица Тенибом. Эффекта нет, все нарастает. Можем лезть антиинтерлекиновыми телами? Что будет? Ну, в целом, если говорить о клинической практике, то нужно не менее месяца терапии ингибиторами Янус Кеназ, чтобы получить какой-то стабильный эффект. Поэтому, возможно, у вас просто нет этого времени. Введение ингибитора интерлекина 6-го будет в этом случае, тем более внутривенное, намного эффективнее и быстрее, чем ждать, когда разгонится ингибитор Янус Кеназ. И после, например, вы ввели, получили эффект. Температура упала, все хорошо, маркеры воспаления, они уходят, кровь улучшилась. Продолжать ли Борица Тениб? Я бы продолжала не менее месяца. Супер. Спасибо большое. Пожалуй, да. Немножечко мы разобрались. Дорогие друзья, большое, во-первых, спасибо, что нашли время. Я самый большой бездельник в данный момент, который находится на карантине, поэтому я думаю, что я вас непременно еще буду собирать. Большое спасибо. Я думаю, что в следующий раз можно будет уже немножко поговорить, в том числе, об ингибиторах комплимента, потому что уже и такая литература существует. Да много сейчас будет любой разной литературы. Время интересное, надо сказать. Более того, не так давно в США были опубликованы рекомендации, как жить дальше после ковида, что тоже непременно будет любопытно обсудить, в том числе и в плане фармакотерапии и, в общем-то, всего остального. Кстати, еще, конечно, ждем, что нам скажет наша компания Биокат, потому что мы от нее тоже очень ждем, конечно, тех же самых интерлейкинов. Так что, дорогие друзья, сегодня с вами были Иванов Константин, Олег Талибов, Дарья Кусевич. Это Первый медицинский канал. Большое спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Всем здоровья.